С 1970 года ушла от причала в нашей базы в свой последний поход подводная лодка К-8 под командованием капитана 2-го ранга Всеволода Бессонова. Успешно выполнить задачи боевой службы подводная лодка возвращалась в базу. Как раз в это время на флоте готовилось крупнейшее оперативно-тактическое учение «Океан». Было принято решение отсрочить возвращение корабля и направить его в район учения. 8 апреля лодка находилась в районе Бескайского залива, когда в рубке гидроакустиков в 7-м отсеке возник пожар. К сожалению, в ходе длительной борьбы лодку спасти не удалось. А за мужество и героизм при спасении лодки и экипажа командир лодки капитан 2-го ранга Всеволод Борисович Бессонов и капитан медицинской службы Арсений Мефодьевич Соловей были посмертно награждены правительственными наградами. А улицы в поселке Островной были названы их именами. В этом году отмечалась 25-я годовщина гибели подводной лодки К-8. Вечная память героям-подводникам подводной лодки К-8, погибшим в воде Бескайского залива, нашим старшим боевым друзьям, боевым товарищам. Возложить звездки к памятнику героям-подводникам подводной лодки К-8. Головные уборы Д. Спасибо вам. В студии находится Тамара Николаевна Хославская, вдова погибшего на подводной лодке капитана 3-го ранга Хославского Валентина Григорьевича. На вторые сутки после того, как произошел пожар, и лодка уже вышла из подводного положения, благодаря усилиям Валентина Григорьевича Хославского, Анатолия Поликарпова, Александра Чудинова. То есть они спустились в реакторный отсек, сделали все возможное для того, чтобы лодка всплыла, а там сами остались и сгорели заживо. Лодка в надводном положении, потеряв управление, с дифферентом на корму до 6 градусов, потеряв радиосвязь. На вторые сутки над ней пролетали американцы. И вот эта фотография с американского воздушного судна нашей лодки К-8. Они предлагали свою помощь, но Всеволод Бессонов, командир корабля, не мог ее принять. Понятно почему. Доктор Арсений Михозьевич Соловей, наш прекрасный доктор, добрый души человек, он на обратном пути из Средиземного моря вот домой прооперировал Боцмана. И сделал операцию аппендицита. И в госпитальной каюте не оказалось запасной маски для больного. Он отдает свою маску, а сам погибает. Доктора не стало, но его доброе имя будет долго напоминать нам о хороших людях. Несмотря на то, что было четкое указание забыть номер лодки, какого она проекта, когда и где это произошло, люди, которые служили на севере, на Тофе, они не могли пройти мимо этого события. И они всем сердцем откликнулись. И несмотря на то, что не было возможности получить, поставить памятник, потому что не было финансов, были собраны большие деньги. И в очень короткий срок было получено и разрешение на установку памятника в этой закрытой зоне. И был разработан проект, и был выполнен и установлен этот памятник. И за это, конечно, очень благодарны все, не только близкие погибших, но я думаю, что это нужно и тем живым, которые сегодня тоже выполняют свой воинский долг, находясь здесь, в островной. Продолжение следует... Продолжение следует...